Здарова всем, друзья! С вами, как всегда, я Гост, и мы продолжаем смотреть моды для GTA 5. И сегодня мы с вами проведём один день в качестве наёмного убийцы. Это будет неким туториалом для тех, кто захочет стать настоящим профессиональным киллером в GTA 5. Я покажу вам, как это правильно делается, начиная от самых-самых мелких мелочей, заканчивая выбором машины, оружия и прочего. Всё, что вам будет необходимо, ребята, я сегодня покажу вам в этом ролике. Ну и самое главное, друзья, в комментариях под этим видео я прошу вас писать, как бы поступили вы. То есть здесь будут у нас некоторые этапы, например, первый этап это выбор машины. Вот какую тачку выберите вы, сразу же пишите в комментариях. И так с каждым этапом, ребята. Ну что ж, в общем-то, в самом начале этого ролика, друзья, не забывайте поддержать меня своим лайком, потому что я, ребята, для вас очень сильно постарался. Поэтому просто влепите лайкос обязательно, ребята. Не забывайте, конечно же, подписываться на канал, чтобы вступить в семью призраков. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Кстати, ребята, если видос вам понравится и вы захотите продолжения, то также напишите об этом в комментариях, и я запишу ещё одно видео, где мы будем выполнять уже другие миссии. Более сложные, может быть, более интересные и прочее. И нет, ребята, это не предпрезидент, это совсем другое. Так что смотрите внимательно. Ну что ж, начинаем, ребята. Наш первый этап это выбор машины. Вообще, к этому этапу, ребята, стоит подойти очень внимательно. Давайте посмотрим, какие машины у нас сегодня здесь представлены. Это реально очень крутые тачки, ребята. Есть, конечно, обычные, как, например, вот эта BMW. Это, по-моему, у нас М2. И вот эта Beha E34. Кузов в целом такая неплохая BMW, но старенькая. Вот какую машину выберете вы, ребята, обязательно напишите в комментах. По этапам всё делаем. Ну что ж, я сразу же, ребята, говорю. Я выбираю из всего этого офигительного списка тачек BMW E34. И как бы вы скажете, ну нам же главное, чтобы тачка ехала хорошо, чтобы она круто управлялась и гнала. Я вам скажу так, ребята. Это E34 BMW M5. То есть, М-очка. Это означает, что тачка будет ехать очень хорошо. Вот этот шильдик, ребята, решает практически всё. Здесь стоит офигенный двигатель, которого нам вполне себе хватит. Плюсом к этому, что есть у этой машины. Это очень-очень нейтральный вид. Таких тачек по Лос-Антосу ездит капец как много. Поэтому она не будет выделяться из общего количества. Сейчас мы с вами отправляемся в Лос-Антос Кастомс для того, чтобы эту машину заапгрейдить. И посмотрим, что из неё можно будет выжать. Я всегда выбираю Лос-Антос Кастомс, ребята. Этих парней я знаю, они хорошо ко мне относятся. Поэтому никаких проблем возникнуть не должно. Вы, в принципе, сами можете выбрать любой автосалон, который вам по нраву. Можете вообще в своём грейдить тачку. В целом, здесь не так важно. Главное, где у вас есть связи. Ну что ж, пожалуй, будем приступать, ребята. Небольшой ремонтик для этой машины, потому что она бэушная. Конечно же, ставим обязательно броню. Тачка станет больше весить, но ничего страшного. Ставим максимальный тюнинг, ребята. Касательно внешнего тюнинга, это, конечно, вкусовщина. Можно оставить стоковый вариант, потому что нам самое главное, чтобы тачка ехала хорошо. Но для картинки, ребята, для вас я поставлю здесь тюнинг обязательно. Вот таким вот образом. Неплохо, кстати, уже начинает выглядеть тачка чисто как корч. Так, поставим шасси на всякий случай с каркасом, потому что если я перевернусь, то могут быть плохие последствия. Это может нас уберечь от ненужной смерти, да? Такой неожиданной. Так, ну что ж, улучшаем обязательно двигатель. Посмотрим, что касательно глушителя. Глушитель в целом, в целом, я даже не знаю, какой поставить. Они, в принципе, все неплохо выглядят. Но давайте поставим вот такой. Решетка радиатора. Давайте сделаем тоже максимальную. Сделаем карбоновый капот. А клаксон менять не будем. Фары. Давайте сделаем ксенончик, в принципе. Не буду ставить нём, потому что тачка будет сразу же очень сильно выделяться. Нам это не нужно. Ребят, делайте машину обязательно очень нейтральной, чтобы на неё не обращали внимания. Это реально очень много значит. Касательно цвета. Я предпочитаю, если я играю за киллера, ставить на машину обычный чёрный цвет. Такой, знаете, чтобы он и в ночи не выделялся. И чтобы, в принципе, днём тоже. Вот этот цвет, он очень хорошо поглощает у нас любые блики. Поэтому я ставлю, ребята, матовые. Ну реально же круто выглядит, согласитесь ведь? Так, дополнительный цвет. Что это у нас такое? Сейчас мы с вами посмотрим. Это у нас получается... Ага, я понял. В целом, здесь можно поставить какой-нибудь красный, да? Чтобы под суппорта подходил. Но я ставлю, ребята, чёрный. Он здесь выглядит достаточно хорошо. Так, пороги. Что касательно порогов, тоже их поставим. В принципе, ничего страшного. Спойлер. О, это вообще просто как какая-то четырка выглядит на самом деле. Согласитесь, ребят? Вот просто пишите в комментариях, если согласны. По-моему, так и выглядит. Так, ну давай поставим поднятый спойлер. Ну вот, опять же, видите, я сильно выделяюсь. Ну, ребят, это число для вас. Просто показать, как тачка вообще тюнингуется. Что можно из неё сделать. Так, я не буду машину занижать, потому что это помешает. На место мы будем пробираться куда-нибудь в трущобы, где очень плохая дорога. Вам тоже не советую занижать машины. Ставлю максимальный турботюнинг. Здесь, в принципе, всё можно выбрать по своему желанию. Так, колёса давайте оставим такие. В целом, ничего страшного. Обязательно, ребята, не забываем ставить пулестойки и покрышки. Я постоянно забываю про этот момент, но он очень важен. И обязательно тренировку, ребята. Обязательно. Потому что таким образом нас никто не увидит. Ну что ж, вот мы с вами и выезжаем из тюнинга-телье. Посмотрите, как машина стала у нас сразу же выглядеть. Очень неплохо. Согласитесь, ведь, по-моему, офигенная тачка. Как я и говорил, едет она в целом неплохо. То есть нам этого будет достаточно. Конечно, ребята, не суперкар какой-то там и даже не близко, я бы сказал, не спортивная тачка. Но набирает она неплохо. Нам этого, ребята, будет вполне достаточно. Следующий, ребята, этап. Мы с вами отправляемся... Отправляемся мы с вами к нашему домику. Да. У каждого киллера, запомните, ребята, вот просто запомните это. Должно быть свое убежище. В котором он может спрятаться от полиции. В котором он может расположить свои нужные вещи, оружие, все остальное. Вот давайте сделаем так. Сейчас я расчерчу карту, грубо говоря, на четыре части. Вот так вот по центру просто проведем. И здесь тоже по центру мы проведем вот такие линии. Вот это первый квадрат. Запомните. Это второй квадрат. Это третий. И это четвертый. В каком квадрате должен находиться дом? Вот где бы вы его поставили? Именно ваш дом. Пишите циферку этого квадрата. И, в общем-то, ребята, я посмотрю в комментариях. Да. Мой дом находится, ребят, в третьем квадрате. Сейчас я буду выдвигаться до него. И покажу, где же он находится. Надо, главное, выходить вот на эту дорогу. Мы уже подъезжаем к моей базе, ребята. Она отмечена сейчас на карте, как вы видите. И да, находится она даже не рядом с дорогой. Это у нас вообще горы здесь, да. Вы, наверное, сейчас думаете, где же там может находиться дом. Но я сейчас вам все, ребята, покажу. Помните, я говорил про то, что тачку не стоит занижать. Вот как раз-таки по этой причине сейчас мы с вами проезжаем по проселочной местности. Потому что как раз-таки моя база находится вот в таких местах. Я подумал, что подобная местность, она идеальная просто для расположения базы. И именно здесь базу свою я и сделал. Находится она просто в идеальном месте, друзья. Вот просто в идеальном. И защищается она очень хорошо. Мы к ней уже почти подъехали. Я думаю, вы поняли, да, что находится она здесь. Вот в этом небольшом, вообще небольшом туннельчике в этой пещере. Давайте выходить. Кстати, сразу же такой момент. Вот сейчас эмиссию никакую не выполняю, но у меня всегда с собой есть оружие. Это пистолет обычный, который можно, в принципе, носить гражданам Лос-Антоса. То есть даже полиция стоит показывать удостоверение на ношение такого оружия. Все будет хорошо. От вас отстанут. То есть никаких, ребята, сложностей. Но оружие нужно всегда обязательно. Потому что если кто-нибудь вас разоблачит, да, и за вами будет объявлена охота, допустим, от тех целей, на которых вы раньше охотились, то могут возникнуть неприятности. Поэтому всегда нужно иметь запасной вариант, в данном случае оружие. Ну что ж, вот моя база, ребята. Стоит камера обязательно на входе. Все очень хорошо охраняется. Здесь у нас стоит код, только по которому можно войти. Или можете поставить, например, датчик. Все. Заходим в базу. Все открыто. Мы с вами внутри. Конечно, здесь не люкс номер, как вы могли, наверное, подумать. Ну что поделать, это настоящая база, ребята. Просто в скале вырезанная. И здесь все сделано на скорую руку. Деньги храним обязательно в этих местах, да, где у вас база. Если вы доверяете этому месту, вы знаете, что сюда никогда не приедет полиция. Поэтому свои деньги я вообще перевел вот в такие слитки, в золото. Потому что оно никогда не дешевеет. Только дорожает, как бы. А деньги, те же самые рубли или доллары. Но они постоянно меняют свой курс. Золото, в принципе, неплохой вариант, чтобы хранить свои средства. Так, здесь у нас все необходимое. Начиная, ребята, от патронов, различных медикаментов, стройматериалов. Вообще все, что может понадобиться. Заканчивая вот такими вот серверами, где мы можем с вами прочитать информацию про нашу следующую цель. Отыскать ее каким-то образом, да. Ну и просто следить за новостями. Короче, просто компьютер, такая рабочая комната. Здесь у нас вот так миниатюрно стоит печка, да. Для того, чтобы можно было приготовить еду. Холодильник, мини-бар. Все в целом сделано в таком минималистическом стиле. Мне очень нравится. Картины для того, чтобы было уютно, комфортно, хоть как-то в такой пещере, да. Чувствую себя Бэтменом, реально. Здесь у нас также есть туалет, ванная. Вот все, что необходимо здесь есть. Такая комната для того, чтобы поспать можно было. Ну, это просто шкафчик для вещей. В целом ничего интересного. Все сделано в таком минималистическом стиле, как я уже сказал. Обязательно зал, потому что нужно быть всегда в форме. И это чисто для красоты. Ну, просто, чтобы для души, как говорится. Смотрю на этот фонтанчик, наслаждаюсь. Просто приятный звук, мне нравится. Так, ну что ж. В целом, здесь, как я уже, ребята, вам сказал, находится все у меня необходимое. И наш следующий этап, ребята, это выбор оружия. Это просто очень важный, ребята. Очень важный этап. Какое оружие вы считаете самым необходимым для убийц? Давайте так, 5 видов оружия, которые должен всегда при себе иметь настоящий киллер. Пишите прямо в комментариях. То есть пишите пистолет, автомат, оружие ближнего боя, там нож, да, ПП какая-то, гранатомет, гранаты, бомболипучки. Вот как вы считаете? Пишите в комментариях. Вот давайте 5 пушек, которые вы бы брали на свои задания. Вот прямо сейчас в комментах, ребята, я сейчас покажу вам свой список. Ну, все? Написали? Я всегда очень хорошо, ребят. Ну что ж, давайте посмотрим, какое оружие выбрал я. Во-первых, оружия ближнего боя у меня нет, потому что нет смысла, когда ты играешь за киллера, приближаться к жертве настолько близко, чтобы она тебя заметила. Это вообще нам не нужно, потому что так мы выдаем себя. Это, ребята, неудобно. Это, конечно, красиво, интересно, хардкорно и захватывающе, но если ты хочешь быть настоящим профессиональным киллером в GTA, запомни, оружие ближнего боя, оно тебе практически никогда не пригодится, и занимать им место вообще не стоит. Следующий этап. Вот это спорный момент, ребята, это дробовик укороченный, который удобно можно положить себе в сумку или еще куда-то, и можно воспользоваться в крайнем случае. Если очень много близко целей находится перед тобой, в броне и так далее, можно использовать дробовик, если ты уже раскрыт. Он без глушителя, поэтому я не очень люблю такое оружие, но на всякий случай беру с собой. Иногда пригождается. Следующий этап, ребята. Я решил взять газовую шашку. Она очень помогает скрыться от противника. Плюсом к этому это слезоточивый газ, то есть противник будет потерян, да, во время атаки вот этой газовой. На самом деле хорошая штука. Также берем обязательно пистолет. Пистолет у нас с увеличенным магазином, глушителем, новой версии, и плюсом к этому фонарик. На всякий случай, если миссия будет начиная, фонарик может пригодиться. Следующий этап, ребята, это оружие для средней дистанции. Это у нас в данном случае карабин, эмочка. Все стоит самое лучшее. Улучшенный магазин на 60 патронов на всякий случай. Голографический прицел, глушитель, а также еще один фонарик. Ну, вы уже поняли, на какой случай. И следующий этап, ребята, это снайперская винтовка. Наверное, самый важный этап в нашей операции, который мы будем использовать. И следующий... И следующий этап, ребята, это снайперская... И следующее оружие, это снайперская винтовка. Она вам пригодится обязательно, ребят. При помощи этого оружия можно совершать свои действия очень тихо, на дальней дистанции. И при этом вообще не быть замеченным противником. Я использую вот такую снайперскую винтовку. Она быстро стреляет. Достаточно неплохой прицел. Мне его всегда хватает. Плюсом к этому стоит глушитель для того, чтобы произвести тихий выстрел. Короче, вот мой набор. В целом, вот этим я, могу сказать, буду пользоваться на постоянке. Очень хороший набор. Можно рассмотреть другие. Если у вас есть идеи вашего набора, как я уже сказал, вы обязательно напишите его в комментариях, друзья. Это да, это прям обязательно нужно сделать для того, чтобы мы с вами продумывали, да, идеального киллера. Это вот киллер в моем представлении идеальный. Ну что ж, давайте выходить, ребята, на улицу. Сейчас мы с вами будем брать себе задание. Я не знаю, кто это будет. Наша следующая цель. Иногда, как бы, задания нам даже не... А часто даются очень быстро, спонтанно. Поступил звоночек, ребята. Да, сейчас мы должны с вами зайти вот так вот в телефон. И связаться с нашим агентом. Все, ожидаем. Сейчас он должен будет мне указать конкретную цель, которую я должен буду устранить. Так что, ребята, просто ожидаем. Идет у нас гудок. И на карте появляется красная метка, ребята. Кстати, она находится достаточно рядом со мной. Вот это очень хорошо. Сейчас мы с вами можем проехать прямо туда. И посмотреть, что же у нас там такое происходит. Кого нам нужно сегодня устранить. Мы с вами находимся очень близко. С целью очень близко. Так, главное сейчас, ребята, нам с вами вот так вот встроиться в ряд. Ага, у нас тут женщина. Посмотрите, где она у нас ходит. Просто рядом с таким богатым районом достаточно. Очень много машин. Такая достаточно трудная цель, если честно. Не люблю, когда вот появляются цели в подобных местах. Хотя самое плохое, что может быть, это цель в городе. Там вообще просто начинается нечто невероятное. Так, давайте сейчас мы с вами просто отъедем. Я думаю, что стоит нам где-нибудь укрыться и дождаться цели. Я просто заверну вот сюда. Маленько нарушим, но ничего страшного. Думаю, никто не обратит на нас внимание. Зайдем куда-нибудь на гору. Вот таким образом. И спрячемся здесь. Кстати, как бы поступили в данной ситуации? Вы пишите в комментариях, какую позицию бы вы заняли. Или же вы просто расстреляли бы цель из пистолета, когда проезжали рядом с ней. Вот, напишите ваш план. Так, место хорошее. Но, блин, меня там видно с этой виллы. Вот это плохо. Так, ладно. Значит, можно будет оставить машинку где-нибудь здесь. Сейчас вот таким вот образом. Просто подъедем к краю. Так, выйдем. Мне кажется, кстати, это как раз-таки жительница этого дома, потому что гуляет она рядом с ним как раз-таки. Ну, чаще всего у нас NPC не заходит так далеко от дома, поэтому... Оп, она идет ко мне! Блин, такое тоже, ребята, бывает на самом деле. И вы должны понимать, что цель идет хаотично. Она идет туда, когда она хочет. Никогда она не будет обходить вас или еще что-то. Она может просто пойти напрямик к вам. Это, ребята, сейчас будет очень опасно. Но, кстати, нам так даже удобнее. Посмотрите, цель находится где-то под нами. Прямо сейчас где-то тут снизу. Мы можем просто вот так вот, ребята, маленько спуститься. Вот она к нам повернута спиной. Идеальное просто место, ребята, для совершения убийства, потому что, ну, мы в горах, нас даже никто не заметит. И полиция не узнает, что я кого-то убил. Поэтому давайте прямо сейчас мы с вами сделаем это так. Чуть-чуть поближе, ребята. Чуть-чуть поближе. С пистолета будет тише выстрел. Давайте сделаем это. Оп, хорошо. Вот так вот. Все. Отлично. Все. Надо покинуть зону, ребята, как можно скорее. Так, давай-давай-давай-давай-давай. Где моя тачка? Вон она, блин, маленько потерял. Так, все, цель устранена. Убедились в том, что она не поднимается? Отлично. И сейчас, ребята, садимся в машину и просто сваливаем отсюда. Ой, таким образом мы с вами совершили первое наше убийство, ребята, за сегодня. Оно получилось достаточно интересным, если честно. Просто неожиданным, что цель пошла куда-то вообще в горы, непонятно как. И заспавнилась достаточно в таком странном месте. Но, ребят, бывает всякое. Сейчас мы покидаем эту зону. Но самое главное, что нас никто не видел, нас никто не заметил. Миссия успешно выполнена. И мы можем с вами браться сразу же за следующее задание. Следующее место координатор назначил рядом с клубом Текилала. Сообщил о том, что его клиент должен находиться рядом. Ну, точнее, должен был выйти из этого клуба и направиться в сторону... Ух ты, погоди. В сторону гольф-клуба? Цель уже появилась, кстати. Посмотрите, ну, она находится рядом... Ой, рядом с таким местом, где произвести выстрелы будет крайне тяжело. Так, ну ладно, попробуем. Сейчас мы с вами поедем, ребята, на достаточно сложное задание. К сожалению, я их выбрать не могу, поэтому назначают вообще в хаотичном месте, где попало. Приходится, ребята, передвигаться постоянно по городу и продумывать новые планы для совершения грамотного убийства. Так, ну что ж. Давайте здесь мы с вами повернем сейчас налево. Думаю, сможем проехать к нашей цели. И главное сделать все по красоте, ребята. Ну, место, блин, очень плохое. Прям ужасное. Я не знаю, как мы там будем с вами выдумывать, что мы там будем делать. Как раз-таки вы сейчас напишите в комментариях, наверное. А вот я говорил, нож нужен-нужен, да? То есть, чтобы совершать как раз-таки такие тихие убийства, подбираться просто рядом к человеку на улице. Ну, возможно, вы и правы. Но я, ребята, все-таки ножом пользуюсь достаточно редко. Он мне почти никогда не пригождается. Поэтому, чтобы не занимать лишнее место, я его не беру. Так, ну что ж. Мы с вами уже приближаемся к нашей цели. Находится она где-то здесь. Это у нас институт или что это такое? Так, я даже не знаю. Может быть, какой-то отель? Ну, короче, достаточно людное место. Вот наша цель. Ох ты, ё-моё. Так, у них тут какой-то проходит, посмотрите, какой-то как Хэллоуин или что, какой-то праздник, одеты просто в криков. Прикольно. Похоже на какое-то учебное учреждение, где они просто развлекаются, да, тут отдыхают. Все одеты прям в такую одежду. Офигеть. Так, и нам сейчас нужно устранить нашу цель. Я даже понять не могу, где она у нас находится, потому что все очень сильно спутано. Так, давайте сделаем следующее, ребята. Как я говорил, к цели приближаться вообще не стоит, не стоит рассекречивать себя, но иногда стоит провести небольшую разведку. Вот таким образом, просто сейчас мы с вами пройдем, чтобы понять, какая цель наша. Нужно все-таки собрать все данные, чтобы не устранить ненужного нам человека. Так, мы просто идем рядом, мы ничего не делаем. Вполне вероятно, что наша нужная цель, это как раз-таки первый человек, да, который тут у нас идет в этой очереди. Так, сейчас мы скоординируемся по карте. Так, 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 да, ребята, это у нас какая-то женщина, может быть бизнесмен какой-то, да, влиятельный, которого нужно устранить. Так, ну ладно, хорошо. Так, сейчас мы с вами можем провернуть следующее. Проследить за тем, куда у нас движется цель. А движется она у нас, по всей видимости, на какую-то вечеринку в этом шикарном особняке. И это, ребята, наша зацепка. Сейчас мы можем пробраться на крышу того дома и уже оттуда произвести выстрел. Я знаю, где здесь есть второй проход на территорию дома, где можно залезть туда без особых проблем. Вот по этим колоннам, ребята, в принципе, можно вскарабкаться. И там просто запрыгнуть на крышу дома. Достаточно хорошо, ребята, может здесь проймут наше задание. Сейчас мы это и сделаем. Идеальная позиция для того, чтобы произвести выстрел. Можно спрятаться просто здесь, они потихоньку собираются. Видите, идут новые люди слева. Это не есть хорошо, значит, нужно производить выстрел как можно быстрее. Так, давай, не падай, не падай, чувак. Некоторые задания выполнить крайне сложно, ребята. Это одно из них. Придется здесь пошуметь, и наверняка надо заметить, поэтому придется поменять машину, а после поменять свою одежду. Так, ну что ж, ребят, давайте сейчас это сделаем. Наконец-таки просто наводимся на цель. И выстрел! Все! Так, у нее оружие! Так, устранили! Хорошо. Оп, еще оружие! Нифига себе! Так, ребят, полиция уже выдвигается. Это очень плохо. Это просто ужасно. Так, меня обстреливают, как вы видите. Все, ребята, просто капец. Как плохо. Я не знал, что у цели будет оружие. К сожалению, мне об этом никто не сообщил, поэтому придется сейчас нам с вами спрыгивать сюда вниз. Так, полиция скоро приедет, ребята. Нужно будет нам с вами сделать один... Ой, маневр сейчас. Пиджак очень сильно мешает, поэтому давайте сейчас просто его скинем. У каждой из этих целей есть оружие, как вы видите. Поэтому в данном случае это, возможно, будет небольшой бонус, ребята. Потому что полиция может подумать, что они просто перестреляли друг друга. Так, на всякий случай еще раз добьем. Все, отлично, ребята. Уже просто идем без пиджака, ребята. Он мешает, на самом деле, бегать. Поэтому сейчас пробегаем с вами как можно быстрее к нашей тачке. И уже на тачке просто удираем отсюда, ребят. Полиция сейчас выдвигается на территорию того... О, этого особняка. И, кстати, она уже потеряла меня. Это очень хорошо. Сейчас она будет учащать тот сектор, смотреть, что вообще произошло. Но за нами полиция уже не гонится. Мы с вами сделали все очень грамотно. Поэтому сейчас, ребята, мы с вами в безопасности. Просто садимся в тачку и сваливаем отсюда как можно быстрее. Потому что рано или поздно полиция придет и на эту территорию. Будет осматривать машины, номера. Номеров у нас, кстати, как видите, нету. Поэтому мы будем в списке подозреваемых. Прошло уже примерно часов 7 у нас. 8. Наступила такая достаточно темная ночь, ребята. И полиция никаких знаков внимания не подала. Это означает, что мы с вами успешно выполнили задание. Звездочек у нас нету. Это очень хорошо. Сейчас, ребята, что нам нужно сделать. Этот этап я вам показывать не буду. Но нам нужно сами выдвигаться в сторону вот этой свалки для того, чтобы нашу машину уничтожить. Да, ребят, так тоже приходится делать. На машине одной ты передвигаться всегда не можешь. Я меняю машины, в принципе, каждый день после выполнения успешных там двух-трех заданий. Кстати, еще одно задание у нас есть. Но браться за него я пока что не буду. Поскольку надо избавиться от тачки. Задание было крайне сложным. Как выполнили его вы, напишите в комментариях, ребята, обязательно. Чтобы я прочитал и понял, кто из нас киллер будет получше, да, вот в данном задании. Но скажу честно, выполнил я его не на все 100%. Можно было по-другому. Но на самом деле от полиции мы скрылись. Полиция нас не преследует. Цель устранена. Мы получили минимум вечи. Да, меня там маленько прострелили. Но ничего страшного. Поэтому, ребята, ставьте лайкос, если ролик вам понравился. И вы хотите увидеть вторую серию, грубо говоря, второй туториал по этому видео. Я обязательно, ребят, прочитаю. И запишу для вас следующий видосик. Конечно же, не забывайте подписываться на канал, чтобы вступить в Семи Призраков. И нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Ну что ж, всем удачи. И до скорых скорых встреч. Пока-пока-пока-пока-пока-пока.